Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Нахт. Если задаться вопросом, а какое слово было наиболее часто употребимым в Советском Союзе, то я не колеблюсь бы ответил – мир! Мир, как антитеза войны. Классическими стали строчки Евгения Евтушенко. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашин и полей, и у берез и тополей. Ну и так далее. Несколько поколений советских людей выросли в искренней убежденности, что целью их страны был мир во всем мире. Мир трудмай. На Западе были поджигатели войны, а мы были за мир. Мир был официальной национальной идеей Советского Союза. Война и мир. Об этом наша сегодняшняя программа. При подготовке использовал материалы российского историка Сергея Медведева. Итак, один из любимых видов спорта в России – это поиск национальной идеи. За последние 30 лет на эту роль претендовали демократия и рыночная экономика, присоединение к сообществу цивилизованных наций, удвоение ВВП и равнение Португалию по доходам на душу населения, строительство суверенной демократии и энергетической сферы державы, аннексия Крыма и воссоединение русского мира. К 2022 году 30-летний поиск окончен, и в итоге в скатании по бесплодной пустыне постсоветского транзита Россия нашла свою окончательную национальную идею. И этой идеей является война. Мысль столь простая и очевидна, что Владимиру Путину надо дать за нее какую-нибудь особую государственную премию, или даже орден, каких у него еще нет. Словно разом были сняты все общественные противоречия и элитные распри, и Россия с облегчением приняла свою привычную атомическую форму, заняла ту экологическую нишу, которая была предназначена историей. Война изливается вольным потоком с экранов телевизоров и с пропагандистских телеграм-каналов, заполняет собой городские билборды и сети-форматы на автобусных остановках, где вместо рекламы дезодоранта изображены никому неизвестные герои вторжения в Украину, дети в классах пишут письма солдатам и собирают посылки на фронт, а в школах, где погибли выпускники, ставят парты героев. В провинцию Москвы и Петербурга на карте потерь почти нет, привычно тянутся похоронки, вслед за ними цинковые ящики с грузом 200, на похоронах женщины комкают платочки, а мужики угрюмо курят сторонки, и военный комиссар говорит заученной фразой и призывает пополнить ряды. Все как в военных фильмах, учебниках истории, семейных преданиях. Деды воевали, отцы воевали, воюемы мы. Словно все эти годы Россия мучительно вспоминала свой традиционный способ существования и... наконец его нашла. Наступила гармония власти и общества, и человек в далекой Бурятии со слезами на глазах благодаря державу за то, что та привезла ему за пять тысяч километров тело убитого в Украине племянника-десантника. Не зря говорят, что своих не бросаем. По большому счету война – это базовая антология российского общества, оптика русского человека. Многовековая война репрессивного клонизаторского государства с населением, который воспринимается властью как неисчерпаемый природный ресурс. И ответная война человека с государством, стремление обмануть и украсть, появление человека лукао, по социологу Юрию Левади. Война между людьми в разъятом, атомизированном и излобленном обществе. Война во всех институтах социума, в полиции и в тюрьме, в школах и семьях. Патриархальная война мужчин против женщин и взрослых против детей. Война центра против окраина, война империи против колоний. Лучшая метафора российского общества – российские дороги, которые представляют собой непрерывную войну, где правят сила, деньги, статус и административный ресурс. Российский трафик – это не движение автомобилей с точки А в точку Б, а непрерывное уяснение статусов и поиск ответа на вечный русский вопрос. А ты кто такой? Россия шла к войне все путинское правление, отмеченное пышными парадами. 9 мая 2008 года на Красную площадь впервые за 20 лет вернулась военная техника, и через три месяца танки покатились в Грузию. Истеричным культом победы с георгиевскими лентами и мерзкими наклейками можем повторить детьми в гимнастерках и в колясках в виде ракетных установок, танковым биатлоном, попезным памятником имя Халашникову, а по сути его автомату, признанному едва ли не главным вкладом России в мировую цивилизацию, инфернальным храмом вооруженных в силу Кубинки, где ступени отлиты из трофейного немецкого оружия, в качестве реликвии хранится фуражка Адольфа Гитлера. Стараниями Владимира Мединского и его военно-исторического общества одним историческим жанром стала военная история, а Захар Прилепин написал историю отечественной словесности под названием «Взвод. Офицеры и ополчение российской литературы». Милитаризм стал государственной идеологией, война захватила воображение нации, чеховские ружья развешаны по всем стенам. Но мы упорно отказываемся воспринимать их всерьез, считая это все постмодернистской игрой и политическим театром. На деле Кремль готовился к большой войне по меньшей мере 15 лет. С 2007 года, когда Путин в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил планы России по изменению миропорядка, ставшей холодным душем для Запада. В том же году на старой Лубянской площадях стали перелистывать фантастический роман Михаила Юрьева «Третья империя. Россия, которая должна быть», в котором автор описывает экспансионистскую Россию будущего в главе с императором и опричниками, а годом ранее вышла антиутопия Владимира Сорокина «День опричника». Многие события следующих лет дословно повторяли сюжет Юрьева, что позволило причислить его, умершего в 2019 году, числу идеологов правящего режима, наряду с опполитическими визионерами типа Александра Дугиа и Александра Проханова, на протяжении десятилетий призывавший Кремль к глобальной войне. Сегодня война стала для режима Путина главной политической технологией, основой легитимности в эпоху транзита власти, инструментом мобилизации экономики и перераспределения скудеющих ресурсов. Убив демократию и конституцию, он может править лишь при помощи чрезвычайного положения, будь то борьба с светными революциями, аннексия Крыма, борьба с ковидом или война с Украиной. 24 февраля, как раз после Дня Красной Табиш-Советской Армии, Парони, названной Днем Защитника Отечества Россия, начала вторжение в Украину, которая по числу использованных войск, территория охвата и количество беженцев быстро переросла в крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Война в Украине знаменовала радикальный разрыв России с постсоветским 30-летием, с мировыми рынками, международными институтами, подвела страну под беспрецедентные санкции и сделала ее глобальным изгоем. Но удивительным образом не привела к социальной и нотополитической дестабилизации. Большинство населения восприняло ее как должное, вошло в войну как нож масла, оделось с нее как в старую отцовскую шинель. Эффективно заработала пропагандистская мельница, мир привычно поделился на своих и чужих. Подавляющая часть населения выстроила риторическую систему оправдания, принятия или игнорирования войны, создав для себя комфортный психологический контур, своего рода скорлупу, в которой можно привычно жить и функционировать. Война нормализована, встроена в повседневность, ежедневные сводки новостей, а население относится к ней как к государственной необходимости, которую в России не принято критиковать. Начальству сверху виднее. Меньшинство, выступающее против войны, распыленное и безгласно. Политика выдавлен несогласных из страны вкупе с масштабными репрессиями тех, кто осмеливается публично заявить о своем протесте. Последние примеры – семилетний срок муниципальному депутату Алексею Горинову и уголовные дела против политиков Ильи Яшина и Владимира Камурзы по новой статье УК 207.3 о дискредитации армии приносят свои результаты. Антивоенный протест маргарнизован, заглушен и не способен, по крайней мере, пока пошатнуть социально-политическую стабильность. Более того, представляется, что пусть на короткое время война стала точкой сборки путинского режима, элиты населения. Моментом истины, новым якорем российской идентичности. Несмотря нарастание дефицита импортных товаров и комплектующих, рост сцены, закрытие производства за санкции, значительная часть населения испытывает чувство национального единства в условиях предстояния с внешним миром, а часть политических и бизнес-элит – подъем и энтузиазм на фоне беспрецедентных управленческих вызовов. Очевидно, что это недолгосточные тренды, но ухудшающаяся экономическая конъюнктура рано или поздно вызовет рост недовольства. Но в настоящий момент такая ситуация дает Кремлю политическую поддержку, легитимность для транзита власти и, самое главное, мандат на продолжение войны. Характерно в этом смысле недавнее интервью директора Эрмитажа Михаила Петровского, в котором он среди прочих откровенностей очеканил совершенно фашистские максимы. С одной стороны, война – это кровь и убийство, а с другой – самоутверждение людей, самоутверждение нации. Каждый человек хочет самоутвердиться и в этой позиции по отношению к войне, несомненно, самоутверждается. Или вот еще. Вот что пишет популярный российский блогер. Позволю себе его процитировать. Его зовут Анатолий Дрёмов. Итак, вот что пишет этот самый Дрёмов. Помню, как мы ударили точкой У по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Да-да, у нас есть на вооружении точка У, кто бы что ни говорил. Они не понимали. Был авиаудар по роддому в Мариуполе. Они не понимали. Ударили по торговому центру в Камичуге и передали большой привет сегодня в Винницу. Уже как 4 месяца регулярно делаем профилактику по инфраструктуре и домам всей Украины. Хахлы, вы садомазохисты. Вам не проще просто понять и принять эту ситуацию и быть смиренным младшим братом. И не нужно прикрываться историями о фашизме или нацизме. Все и так все хорошо понимают. Мы восстанавливаем историческую справедливость. Вы нищий сорт русских. И таких заявлений в российском информационном пространстве великое множество. Из кремлевской блажи война с Украиной и чуть ли не со всем миром стала самоотверждением российской политической нации. И это беда и боль России. К 2022 году иных платформ коллективного самоопределения в стране не нашлось. Война в Украине наделена всеми атрибутами моральной правоты. В массовом сознании она представлена как акт возмездия, где вы были все эти восемь лет, исправление глобальной несправедливости, фундаментального дисбаланса в отношении России и мира, как давно ожидавшаяся ответка Западу. Она стала священной войной, настоящим русским джихадом. Война настолько символически интенсивна, что само имя табуировано, слово «война» нельзя произносить вслух, за это положена тюрьма, а писать его можно только со звездочками, подобно тому, подобно тому, как пишут другие слова, где, в общем-то, которые нельзя произнести. Для Кремля не очень важно, как блицкрик провалился, и война идет не по плану. Россия всегда воевала неумело, неловко, с неразборчивостью, в средствах и большим количеством жертв среди солдат и мирного населения. Впрочем, как пишет небезызвестный Александр Проханов в книге «Русская модель управления», представьте, такая есть, в России практически все задачи выполняются за счет перерасхода ресурсов. Ну, когда мы говорим о войне, прежде всего, человеческого ресурса. Цель этой войны является не немедленная победа-оккупация Украины с точки зрения Проханова, а сама война. Как заметил в недавнем интервью политолог Владимир Пастухов, цель этой войны – война. У той части руководства России, которая вполне рациональна, которую мы называем технократической, выходцами из методологов, сложилась концепция, что война является нормальным, здоровым и полезным состоянием для России. Эту войну надо постоянно поддерживать, как медленный огонь у горелки. Бывает, готовят на сильном огне, а есть такие бульоны, которые надо кипятить часами на маленьком огне. Сейчас для них война – это такой маленький огонь, на который они хотят поставить Россию и перекипятить ее, чтобы получить в итоге через 25 лет абсолютно другой, нужный им культурный бульон. Они рассчитывают на то, что пока они будут гореть на маленьком огне, та самая Европа сгорит и попадет в ад. Вот что считает Владимир Пастухов. Украина – не самоцель, а лишь повод, прелюдия к перманентной мировой войне, обещанная книга Юрьева, к мировому пожару в крови, который является истинным предназначением России и единственной надеждой на собственное возрождение. Не подлатать свою подходившую хату, а запалить всю деревню, чтобы на пепелище предъявить свои права на господство. И в самом деле, к 2022 году путинская Россия не может предложить внешнему миру ничего, кроме войны. Все достижения последних десятилетий обнулены, агрессия и изоляция России. Ведущий театр разогнан, режиссеры и художники выдавлены из страны, российский спорт высших достижений и уничтожен допингом с санкциями, а теперь и всемирным баном на российских атлетов. Наука и техника в отрыве от внешнего мира в 21 веке обречены на деградацию, примитивизацию и пиратство. И то лучшее, что было создано в сфере IT, берется под контроль силовиков, присваивается государством или эвакуируется из страны. В последние месяцы России, как ранее Беларусь, целыми командами, стартапами и корпорациями покинули десятки тысяч программистов. Остается только атомная бомба, стареющее советское оружие, нищающее население, готовое воевать за деньги, причем немалые, и производство угроз, как уникальная специализация России, на мировой арене. История совершила полный круг. И путинская Россия, исполнив свою ретро-мечту, ничем не отличается от Советского Союза начала 80-х. Дряхлая империя обложенной санкций, лениво огрызающаяся на внешний мир, погрязшая в безвыходной колониальной войне, потерявшая друзей, союзников и оставки авторитета. Тот СССР уже не был в состоянии создавать новый, менять мир, но смело достаточно ресурсов, чтобы портить, угрожать и разрушать. И к концу десятилетия бесславный издох. Сегодняшняя Россия и его ухудшенная зомби-копия, восставшая из гроба, та самая рейгановская империя зла, что не может нести в мир ничего, кроме войны. Она омерзительно опасна для человечества, но еще более того, она саморазрушительна. И как 40 лет назад, она скорее самоликвидируется, чем успеет уничтожить мир. Карфаген должен быть разрушен, и он разрушит себя изнутри. А новое поколение россиян на классический вопрос, заданный однажды Евгением Ифтушенко, хотят ли русские войны, отвечает бодро и весело. Хотим, хотим, хотим. Итак, дорогие друзья, у меня есть еще буквально пара минут до завершения этой части программы. Я напомню, наш телефон в эфире 718-303-90-90, 718-303-90-90, и вы можете уже принимать участие в этой программе. На мой взгляд, эта трансформация российского общества, она совершенно поразительна. Ну хорошо, у нас действительно уже есть звонки, и я хотел бы представить слово вам. Здравствуйте, вы эфире. Добрый день, Алексей. Спасибо за передачу. Алексей, скажите, вот у меня такой вопрос. Если бы мы с вами были сейчас абсолютно нейтральными, абсолютно, мы родились где-нибудь, я не знаю, в Ирландии, и нам было все равно, что творится в России и Украине. Вот за последние дни, не надо даже искать, есть десятки выступлений разных украинских министров, которые прямо обещают тактический ядерный заряд по Крыму разрушить Крымский мост. Причем во всем виноваты мы с вами. Американцы, которые не поставляют ракету, способную нести зарядок. Первый раз угроза России, что послать на Кремль, я, кстати, услышал в пятницу, в одну из пятниц, давно еще, на вашем радио, киевский один человек, обещал, который вас постоянно ведет, обещал, что у них есть и оружие, и средства доставки, и у них действительно может быть, поскольку большинство русского ядерного оружия, это Харьковский физический институт. Понимаете, ну вот как вы считаете, сейчас даже, когда идет война, как должна реагировать другая сторона, если ей постоянно, постоянно объявляют, причем это не кто-то где-то сказал, это записи, это ты видишь на видео, что вот этот конкретный министр, этот замминистра, они все говорят, как они должны относиться. И второй вопрос меня очень волнует. Даже если бы я был, не дай бог, сошел с ума, и был бы на стороне Украины. Но пропаганда ведется сейчас такая, что просто стыдно быть среди этих идиотов. Вчера Deutsche Welle написала от 300 дагестанцев, которые обморозили конечности на войне, и поэтому вернулись. Ну как можно обморозить конечности в Украине в июле? Там же жарче, чем здесь. Понимаете, они, наверное, взяли газету, как гитлеровскую за 41-й год, и переписали. Почему это все ведется так, как будто вот вся эта пропаганда хочет настроить людей наоборот. За эту войну. Мне бы очень хотелось услышать ваш ответ. Потому что я не понимаю, что делают эти люди. Они должны быть на своей стороне. Они почему-то провоцируют Путина, который даже давайте, если я с вами соглашусь со всеми, они пишут, что он психопат. Но психопаты не раздражают ядерным оружием, если у него кнопка есть. Шлом, вот знаете, давайте сделаем так. Подошло время нашего перерыва. Оставайтесь с нами. И после перерыва я постараюсь ответить на наши вопросы, и мы продолжим тогда нашу беседу. Итак, дорогие друзья, мы подошли ко времени нашей привычной паузы. Давайте прервемся, продолжим после перерыва. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!